Видео создано при поддержке паблика «Россия. Игровой взгляд». Какой же я всё-таки продажный? Охахах. В современной игровой индустрии мы нередко можем увидеть, как различные разработчики отражают нашу страну в своих проектах. Существует масса игровых примеров, в которых Советский Союз или Российская Федерация выступают в качестве главных антагонистов или же их прямых пособников, как на уровне каких-то отдельных персоналей, так и на уровне целого государства. Однако я не буду вести абстрактных рассуждений о том, почему происходит именно так и как к этому относиться. В конце концов, это всего лишь художественный вымысел, и он, как и любой другой, имеет полное право на существование, в то время как отношение к этому вымыслу вы можете формировать уже сами. Тем более, что русские протагонисты в зарубежных игровых проектах также присутствуют, пускай их и значительно меньше. Так что для каждого найдётся игра с отечественными персонажами на любой цвет и вкус. Кроме того, в плане харизмы антигерои и числа наших земляков нередко выглядят более интересно, а иногда даже заставляют себе сопереживать. И будучи личностью разносторонней, я решил посмотреть, а как в западных проектах делают играбельных русских персонажей в массовых и популярных сессионных продуктах, и на какие их особенности делает акцент разработчик. Доброго времени суток, меня зовут Мудрый Ёж, и сегодня я расскажу вам об известных мне русских представителях в подобных проектах. Открывает наш своеобразный список довольно легендарный персонаж, чей образ фактически является символом всего проекта, в котором ему посчастливилось находиться. Пулемётчик из SimFortress 2 – наглядный пример качественного игрового дизайна, когда героя знают даже те, кто никогда в жизни не запускал симулятор шапок. За то, что в игре нет каких-то сюжетных заданий, биографию нашего бравого стрелка мы можем узнать только по комиксам и тематической вики. Доподлинно известно, что родился Хэви в СССР, и зовут его Михаил. Его отцом был контрреволюционер, который был казнен в то время, как его семья с тогда еще маленьким пулеметчиком были сосланы в один из сибирских лагерей ГУЛАГа. Позже лагерь был разрушен, а все заключенные сбежали. Наверное, именно это закалило характер будущего наемника, параллельно с этим проявив ему любовь к шестиствольным пулеметам. Любовь эта настолько сильная, что для своего оружия он выделил специальную детскую кроватку и готов прийти в ярость, если его пулемет хоть кто-то тронет. Ё-моё! Кто трогал Сашу? Ну всё. Кто трогал мою крошку? Более подробно классовые принадлежности и функционали на поле боя я говорил в одном из своих ранних гайдов, ссылку на который я, конечно же, оставлю. С тех пор мало что изменилось, так как геймплей Team Fortress ни в какую сторону существенно не сдвинулся. Помимо этого, персонаж появляется в Poker Nights 2 и Dungeons of the Endless, а в Left 4 Dead в честь него названа вымышленная марка производителя напитков Heavy Gull. Сзади, сзади этот скаут. Убил вообще снайпер. Команда, говно какое-то. Являясь геймплейным правоприемником Team Fortress 2, шутер от компании Blizzard Overwatch повествует о закате и хочется верить дальнейшему возрождению международной организации, которая сыграла не последнюю роль в благополучном завершении восстания машин. Согласно внутриигровой истории, Российская Федерация была первой страной, на которую напали омники, и фактически она оказалась единственным государством в мире, кто справился с этой проблемой самостоятельно, не прибегая к помощи миротворческой организации Overwatch. Первая война стала большим потрясением для маленькой Александры Зарянов, чья деревня находилась недалеко от сибирской омнии и фактически была уничтожена в ходе первых атак. Возрослев и дав клятву восстановить родную страну, Саша посвятила свою жизнь тяжелой атлетике, став одной из самых сильных женщин в мире. Вытатуированное на ее предплечье число 512 как раз-таки было набито во знаменовании соответствующего спортивного достижения и означает максимальный вес штанги, который она может поднять. Однако спортивная карьера спортсменки Заряновой закончилась в день второго восстания машин, после которого Александра записалась на фронт добровольцем. Отказ от спортивной карьеры ради защиты Родины стал отличным примером для подражания Осамазаря, символом освободительной борьбы против восстания омников. На момент событий игры Российская Федерация продолжает вести войну собственными силами, неся огромные потери. Однако новое изобретение конструкторского бюро Екатерины Вольской, робот-светогор, должно помочь России быстрее закончить войну. Вскоре на завод нападают агенты Когти, а одна из его участников, хакер Сомбра, шантажирует Екатерину, после чего бесследно исчезает. Не в силах терпеть такую наглость, Вольская поручает поиски Сомбры именно Александре. Путешествуя по миру и пересилив себя, прибегнув к помощи омника, Заря находит хакера, после чего ей становится известна истинная природа шантажа. Смотри-ка, что я нашла. Представь, что будет, когда твой народ увидит, как великая защитница Отечества получает технологии от врагов. Сильно пересмотрев свои взгляды в ходе этой миссии, Александра отказывается продолжать работу на Вольскую и принимает решение вернуться на фронт, чтобы, как и раньше, защищать свою родину на полях сражений. Несмотря на то, что в игре нет никаких сюжетных миссий, характер и взгляды Зарей отлично отражены в ее репликах с другими персонажами. На отдельных картах она может цитировать Чехова и Гагарина, а при убийстве торжественно говорить из России с любовью. Вооружена Александра массивной лучевой пушкой Мститель, которая помимо двух режимов ведения огня наделена способностью создавать защитные барьеры, которые впитывают в себя всю входящую энергию. При этом количество накопленной энергии напрямую влияет на наносимый урон. Во время активации суперспособности Заря создает гравитонный импульс, который затягивает в себя всех рядом стоящих врагов и фактически является отправной точкой для реализации других смертельных ультимейтов союзников. Именно поэтому персонаж является частым гостем в соревновательных играх даже на уровне чемпионатов. Помимо этого Заря стала вторым героем Overwatch, который посетил Nexus в мобо-игре от Blizzard Heroes of the Storm, а так как ее механика и роль абсолютно аналогична, нет смысла более подробно о ней рассказывать. Также стоит упомянуть, что образ Александры, в котором мы привыкли ее видеть, появился исходя из запроса на разнообразие. Разрушая обыденный в каком-то смысле сексистский стереотип об обязательной идеальной модели внешности и фигуры женских персонажей в компьютерных играх, разработчик сделал Зарю бодибилдером, а ее прототипом послужила сотрудница компании Тамара Бахлачева. Раз уж мы начали говорить о творчестве Blizzard, то стоит упомянуть еще одного нашего соотечественника, которого они придумали для другой своей игры. Вице-адмирал Алексей Стуков был главным помощником командующего основной группировкой войск Объединенного Земного Директората по вторжению в сектор Капрулу. Несмотря на то, что большую часть военной карьеры Стуков провел за различными секретными исследованиями, он был очень талантливым тактиком и верным соратником своего командира. Став жертвой подковерных интриг, предательства и в каком-то смысле собственных амбиций, вице-адмирал был убит настоящим изменником, Дюраном, который успешно манипулировал командующим ОЗД. Адмирал Дюгаль слишком поздно осознал свою ошибку, но, тем не менее, последовал предсмертному совету своего друга, что в дальнейшем привело Директорат к победе над зергами на чаре. Алексея похоронили с почестями, как военного героя, посредством пропаганды скрывая чудовищную правду о его убийстве. Однако смерть не стала для Стукова концом существования. Сначала он был воскрешен церебралом зергов посредством заражения, а позже на нем ставили опыты уже тираны. В какой-то момент вирус был подавлен, но ненадолго, и фактически в бывшем мице-адмирале уживались генотипы двух принципиально разных космических рас. При этом сам Стуков прекрасно осознавал свою личность, он помнил свое прошлое и отчетливо понимал свое положение, что было уникально для подобных гибридов, так как зараженные вирусом зергов-тираны полностью теряли свое человеческое сознание. Организм Стуков необычайен. Вызывает беспокойство. Что это значит? Мутации Стукова уступают только мутациям истинной королевы клинков. Но Стуков – продукт осмысленного изменения генной структуры. Смешение материй тиранов и зергов на недоступном рою уровня. Нашлось нечто превосходящее тебя. Вижу, что тебе это не нравится. Не могу отрицать. Существо, создавшее Стукова, превосходит организм Аббатур. Рекомендую немедленно перенять его эволюционную модель. Еще чего. Сбежав из лаборатории, Алексей связывается с королевой клинков и оказывает ей содействие в грядущих битвах против Доминиона, в первую очередь отомстив за свое пленение и проводимые над ним эксперименты. А впоследствии становится ее верным спутником в грядущих сражениях. В последнем бою с Амуном Стуков совершил месть над своим убийцей Дюраном, который вследствие большого количества мутаций окончательно потерял человеческий облик и пожелал ему напоследок спокойной ночи. В точности, как когда-то сделал сам Дюран. Персонаж является наглядным воплощением мужества, верности, самопожертвования и невероятной целеустремленности. Отчасти именно по этому он появляется в двух мультиплеерных проектах Blizzard. В первую очередь, это, конечно же, совместный режим StarCraft 2. Там Стуков командует войсками зараженных тиранов, что с геймплейной точки зрения выглядит как своеобразный гибрид между привычным управлением людьми и зергами. Возможность возводить постройки и развивать базу коррелирует с постоянной необходимостью заражать участки поля боя для распространения своего влияния. В бою же Стуков полагается на нескончаемый поток зараженных вирусом колонистов, которым необходимо отдавать команды посредством заданной дочки псимаяка. В Heroes of the Storm персонаж занимает слот саппорта, и находящийся в нем вирус зергов превращает в лечащий союзников патоген. Кроме этого, заражать можно и противников, правда не так критично, как это сделано в стратегии, а также создавать небольшую область с постоянным уроном и нематой. Более подробно об эффективности применяемых Стуковым способностей я расскажу в соответствующем гайде, когда до него дойдет очередь. На протяжении долгого времени игра Payday 2 от шведской студии Overkill была историей о четырех грабителях, проворачивающих свои преступные дела в Вашингтоне. С обрядением должного уровня популярности и как следствие должного количества новых DLC, в игре стали появляться новые играбельные персонажи. Некоторые были выдуманы из головы, некоторые же появились в результате соответствующей промо-интеграции с известными выходящими в тот момент фильмами, такими как Джона Уик, Нагребни Волны и Хардкор. Одним из придуманных, но не менее интересных персонажей в симуляторе ограблений ради последующих ограблений стал безобидный русский хоккеист Сергей Казак, бывший игроком КХЛ Санкт-Петербургской команды Бомбардировщики. Ну как безобидным, его характер отлично помогал ему ломать челюсти как соперникам, так и судьям, а в перерывах между матчами нападающий промышлял ограблениями местных подпольных казино. Очевидно же, что подпольных, ведь по закону в России казино запрещены. Однако в какой-то момент полиция выходит на след Сергея и тот решает уходить от следствия, прекрасно сознавая, что будучи грабителем-одиночкой, на свободе он долго не продержится. Однако лидер преступной сети Crime.net, Бэйн, связывается с русским талантом и за помощь в следующем деле предлагает кругленькую сумму, переезд в Вашингтон и место в команде грабителей. Сергей соглашается и берет позывной «Сокол», появляясь на ограблениях в маске с символичной красной звездой. Помимо персонажа, в игру была добавлена подходящая его профессии хоккейная клюшка, а также универсальная штурмовая винтовка Валькирия, в функционале и внешнем виде которой безошибочно угадывается АС Вал. Кстати, при добавлении соответствующих обвесов винтовку можно переделать в полноценный винторез, что также добавляет оружию и небольшую долю аутентичности. Кроме этого, Сокол привез перк «Нападающий», который позволяет игрокам, активирующим его, подхиливаться с удачных атак при ношении костюма двойки или легкого баллистического жилета. Фактически, перк подарил игрокам, любящим агрессивный стиль игры при легкой нагрузке, доджить вражеские выстрелы и пополнить здоровье атакой своих противников. Также полностью раскачанный перк увеличивает максимальный запас здоровья и повышает шанс пробития вражеских бронежилетов. Герой стал отличным дополнением к разношерстному составу международной банды, да и в целом отлично вписывается в сеттинг игры, где русская и украинская мафия играет далеко не последнюю роль. Во внутриигравых файлах ФБР Сокола характеризует как талантливого русского взломщика и агенты предполагают, что именно он разработал очень большую дрель, используемую во время ограбления казино Golden Green в Лас-Вегасе. По манерам и поведению персонаж дружелюбен к своим напарникам и склонен давать им не обидные, но характеризующие их прозвища. Говорит с ярко выраженным русским акцентом, а в случае опасности или непредвиденной ситуации не стесняется переходить на родной мат. Внешность героя была срисована с сыгравшего в его ролике актера Александра Лобанова, которого многие из вас прекрасно помнят по роли другого хоккеиста в фильме «Легенда номер 17». Не особо богатый на сюжет мультиплеерный шутер «Дети Бомб» показывает ожесточенные бои между двумя частными военными компаниями в околофутуристическом Лондоне, который по сюжету, как это понятно из названия, был подвергнут атаке грязной бомбой. За доставки ценных грузов, хранилищ, данных или для выполнения каких-нибудь диверсий воюют наемники разных национальностей. Матушку Россию на полях сражений столицы Туманного Альбиона представляют целых два играбельных персонажа, что для западного геймдева вообще является редкостью. Хрупкая девушка-медик под позывным «Спаркс» – личность крайне разносторонняя. Согласно ее документам, она является квалифицированным доктором, а также пилотом, адвокатом и калифорническим патрульным по имени Джефф. Так что доподлинно неизвестно, кто такая «Спаркс» на самом деле и какие цели преследует. Однако известно, что ее широких связей было достаточно, чтобы получить прототип лечебной пушки, который сильно помогает ей в бою. Она позволяет лечить раненых союзников на расстоянии, а выведенных из строя с расстояния реанимировать, не прибегая к помощи дефабриллятора, которым пользуются другие медики. Также лечебная пушка при высоком заряде в крайнем случае может и противникам навредить. Однако для «Спаркс» лечение все-таки в приоритете, ибо для более скорейшего его осуществления она бросает малые медпакеты, которые по качеству уступают аналогичному других саппортов. В качестве средств самообороны использует легкие пистолеты-пулеметы и пистолеты. Фактически то, что у других классов по дефолту является дополнительным оружием. Вообще до конца не был уверен, что она русская, так как разработчики открыто об этом не говорили. Но тем не менее информацию об этом можно узнать из коллекционной карточки в стиме, а значит и сомневаться в ней не приходится. Но национальность другого героя была объявлена с самого начала. Тяжелый штурмовик под позывным «Тандр» говорит всем о том, что он бывший спецназовец, хоть и не упоминает, где проходил службу и в каких конфликтах участвовал. Несмотря на то, что его английский практически безупречен, никто никогда не слышал, чтобы «Борис», как он себя называет, говорил по-русски, особенно со своей землячкой. Так что есть опасения полагать, что он только притворяется русским. Но выбор национальности для прикрытия в этом случае весьма доставляет. Основное предназначение «Тандра» на поле боя – это массивный огонь на подавление своим тяжелым пулеметом, а также зачистка узких участков битвы. В этом ему отлично помогает оглушающая граната, которая на короткое время дезориентирует врагов, превращая их в легкие мишени. Также наемника можно вооружить штурмовыми винтовками, превращая его в привычного по шутерам бойца, но с более мощной защитой. Также стоит упомянуть еще одного персонажа «Дёте Бомб» под позывным «Василий». Несмотря на то, что по сюжету он британец, прозвище ссылается на знаменитого снайпера и героя Сталинградской битвы Василия Зайцева, что русского игрока также не может не радовать. Ну и последняя в нашем списке игра, которая также посвящена интернациональным конфликтам на уровне отдельных оперативников спецподразделений, Rainbow Six Siege, имеет целую когорту российского спецназа и представлена аж четырьмя ее бойцами и еще одним специалистом из подразделения предотвращения химических, биологических и ядерных угроз. Несмотря на определенную известность во всем мире, управление А или отряд Альфа, по мнению креативных директоров Юбисофта, должно называться просто и безидейно спецназ, причем вот так, исконно английскими буквами. Несмотря на то, что Шухрат Кисигбаев, вероятнее всего, не является врожденным русским, в его биографии указано, что после развала СССР он переехал в Россию, где позже и стал одним из оперативников группы Альфа под позывным Fuse, тоже исконный русский позывной, по мнению Юбисофт. Персонаж является представителем класса атаки и в зависимости от предпочтения игрока может строить тактику штурма, опираясь либо на вооружение, либо на защиту. В первом случае Fuse экипируется тяжелым ручным пулеметом 6P41, знакомый нам по батлфилду под названием Печенек, или штурмовой винтовки нового поколения АК-12. Радует, что в этом случае разработчик все-таки покопался в архивах и узнал, что у семейства этих автоматов существует много модификаций, в том числе и современных. В случае применения оборонительной тактики оперативник вооружается пуленепробиваемым осадным щитом, который отлично поглощает весь входящий урон. В качестве особого гаджета Fuse использует пробивной заряд КЗ-3 Матрешка, который крепится к стене и после взрыва пускает внутрь 5 мини-гранат, которые успешно зачищают территорию, убивая или выводя из строя всех, кто оказался в радиусе их поражения. Совершенно другой атакующей тактики придерживается Тимур Глазков, с достаточно понятным и подходящим как по роду его деятельности, так и по фамилии позывным Глаз. Согласно биографии, персонаж родился на Дальнем Востоке в семье обычных судовых рабочих. Шокированный террористическим актом в Беслане, Тимур посвятил свою жизнь армейской службе, ради чего успешно окончил Кадетский корпус и Хабаровскую академию военного командования. Кроме этого, принимал участие в вооруженном конфликте в Южной Осетии. В игре Глаз предпочитает вести бой с помощью снайперской винтовки СВУ, она же ОЦ-03, оснащенный особым гаджетом «Зрачок». Устройство увеличивает кратность прицела и подсвечивает противников с помощью тепловизора, чтобы было проще определять цель атаки. Герои защиты русского спецназа также могут удивить своей экстравагантностью в выборе методов поставленной задачи. Александр Синавьев с очень говорящим позывным «Тачанка» лишнее тому подтверждение. Будучи вооруженным стволами сугубо ближнего боя, либо дробовиком, либо пистолетным пулеметом, главное оружие бойца в защите – это турельная установка, базируемая на советском пулемете РП-46, с дисковым магазином от похожей сборки Дегтярева, применяемой еще в годы Великой Отечественной. По сюжету это объясняется тем, что Александр любит коллекционировать старое советское оружие и предпочитает его современным навороченным гаджетом. Пулемет крепится на баллистический щит, который некоторое время защищает «Тачанку» от фронтального урона. Последний из введенных к релизу игры персонажей специализируется на установке ловушек в дверные и оконные проемы. Максим Басуда под позывным «Капкан», согласно биографии, был бойцом спецназа МВД, который свободно от работы время увлекался охотой. Навыки, приобретенные за этим делом, отлично помогают ему в проводимых операциях. Минируя проемы особым гаджетом EDD Mark II, «Капкан» обороняет выбранный проход, способствуя дальнейшему устранению противника. Вооружен же Максим так же, как и «Тачанка» дробовиком, либо пистолетом-пулеметом. Несмотря на то, что свежедобавленный российский персонаж по игровому луру не относится к подразделению спецназа и представлен как член отряда СБРН, ее ни в коем случае невозможно не упомянуть. Лера Мельникова родилась спустя три года после Чернобыльской аварии и с самого детства ощущала различные физические отклонения, которые с завидным упорством преодолевались постоянными тренировками и нагрузками. Но врожденная нейропатия давала о себе знать, и Лера решила бороться с проблемой самостоятельно. Получив научную степень в Новосибирском университете, девушка не смогла полностью искоренить болезнь, но ей удалось найти способ подавлять ее действия с помощью особых препаратов и наноботов. Лера бы и дальше занималась научной деятельностью, но вскоре в ее знаниях стала нуждаться государству. Участившиеся случаи отравления опасными веществами стали началом работы девушки под крылом российского спецназа. Помогая людям и совершенству личной навыки, Лера сама прошла спецподготовку, по итогам которой она была зачислена в подразделение противодействия химическим, биологическим и ядерным угрозам. С нашивкой именно этого отряда и под позывным Финка, Мельникова и появляется в игре. Являясь персонажем атаки и делая выборы между дробовиком, штормовой винтовкой и ручным пулеметом, главная задача Леры – своеобразная поддержка путем введения наноботов к своим союзникам. При активации усиления напарники получают выбор адреналина, который увеличивает максимальное здоровье, скорость атаки и уменьшает отдачу от оружия. Выведенных из строя союзников адреналин может поднять на ноги. Минусом усиления является повышение работоспособности вражеских датчиков сердцебиения, которые более активно реагируют на адреналин. Таким образом, несмотря на то, что в западном геймдеве наша страна все чаще находится в позиции врага, все равно нельзя не заметить, с каким трепетом и деталями они прорабатывают играбельных русских персонажей, наделяя их интересными историями и не менее интересными игровыми особенностями. Пишите в комментариях, какие еще русские персонажи заслуживают чести быть упомянутыми в хрониках игровой индустрии, какие герои запомнились конкретно вам и нравится ли вам самим, как западные игроделы изображают наших протагонистов и всю нашу страну в целом. Всегда буду рад увидеть чужое мнение, даже если оно не совпадает с моим. Для вас сегодня работал мудрый еж, благодарю вас за просмотр, живите долго и процветайте. Мой прадед говорил, я имею желание купить дом, но не имею возможности. Я имею возможность купить козу, но не имею желания. Так давайте же выпьем за то, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями. Облетев землю в корабле-спутнике, я увидела, как прекрасна наша планета. Люди, будем хранить и приумножать эту красоту, а не разрушать ее.